Это программа «День с толком» В этом студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. 11 тысяч за тренировку. Почему родители барнаульских фигуристов выкладывают такие суммы за один час занятий? Переступить черту. Будут ли барнаульцев штрафовать за постройки на красной линии? Судьба алтайского хатика, где сейчас находится преданная собака, которая не дождалась своего хозяина на трассе. Она стала нам больше доверять. Она хотя бы уже не забивается в грудку. Мамы барнаульских фигуристов составили петицию на имя президента страны с просьбой сделать лед для их детей доступным. Сейчас родители отдают по 11 тысяч всего за час тренировки. А ведь еще два года назад, когда в городе работало отделение фигурного катания, дети занимались бесплатно. Кому по силам снизить стоимость льда и кто в ответе за будущих чемпионов, разбиралась Валентина Аскерова. Аксель Риттбергер-Тулуп. Эти слова маленькая Ира запомнила, пожалуй, раньше, чем буквы алфавита. Сегодня у нее тренировка. Повезло на редкость весь каток в ее распоряжении. Четыре года из своих семей юная спортсменка посвятила фигурному катанию. Хочу стать мастером спорта России. Олимпийской чемпионкой? Да. А есть какие-то авторитеты, кумиры? Кто больше всего нравится? Мне больше всего нравится наш тренер. Как зовут? Екатерина Александровна. А еще в фаворитах знаменитая Загитова и Медведева. Но достичь таких же высот у Иры, да и у других, едва ли получится. Не потому, что нет таланта, воли и выносливости, а просто потому, что в крае нет школы фигурного катания и как следствие своего льда, где бы они оттачивали мастерство. Вернее, есть, но предприниматели продают его по цене золота. Ценник от 8 до 11 тысяч рублей. Поскольку у нас монополист один, ледовый весь лед в его руках, то есть конкуренции по предоставлению льда нет. У нас нет выбора. У нас нет муниципального льда, нет спортивной школы, отделения фигурного катания тоже нет. В Барнауле три ледовые арены. Во Дворце спорта, в Карандине и в одном из торговых центров города. Все принадлежат бизнесмену Михаилу Дроздову. Что самое обидное, говорят родители. Раньше, когда дворец принадлежал и Крайсовпрофу, цена на лед для фигуристов была более демократичной – 6 тысяч за час. По телефону гендиректор Карандин-арены пояснил, что 11 тысяч – это, собственно, рыночная цена. Правда, в других алтайских селах и регионах рыночная цена другая. Родители барнаульских спортсменов приводят в пример алтайское село Бачкари. Там лед для соревнований арендуют за 5 тысяч рублей в час. В соседнем Берске – за 4, а в республике Алтай – всего за 2 тысячи. У нас же самая лояльная цена, в кавычках, по словам родителей в «Галактике». Час тренировки на этой ледовой арене обходится 8 тысяч рублей. В день таких тренировок нужно как минимум 3. Вот и посчитайте, в какую копеечку обходится лед родителям. В Минспорте признают, что фигурное катание – это дорогой вид спорта. И предлагают сменить его. Приводят пример нашего олимпийского чемпиона Шубенкова, который, прежде чем себя найти, поменял 5 видов спорта. Ну, попробуйте плавание, попробуйте легкую атлетику. Как вы думаете, Ира, заботится сменить этот спорта? Или она живет? Ну, можете спросить у Иры. Конечно, нет. Нет. Почему? Потому что мне очень нравится фигурное катание. А чем? Ну, что на льду можно выполнять какие-нибудь прыжки. У тебя платье красивое может меняться. Придется ли детям переключаться на другой вид спорта? В Барнауле фигурным катанием занимаются порядка 30 человек. Мы спросили в Краевом министерстве. Там пояснили, что на фигурное катание деньги выделяют. К примеру, в этом году федерация получила 300 тысяч рублей. Но этой суммы хватит, по словам ее руководства, исключительно, чтобы арендовать лед для соревнований. А оплата судей, питание, проживание, проезд и медали опять лягут на плечи родителей. Правда, в Минспорта добавили 300 тысяч – неконечная сумма. Если мы видим, что там на соревнованиях, не как на последнем первенстве Алтайского края, там 11 человек выступали от Алтайского края. Это разве массовость? Мы видим, что там количество занимающихся увеличилось. Появился какой-то результат. Мы уже тогда рассматриваем совместно с федерацией дополнительное финансирование. В легкой атлетике они получают миллионы. Там есть результаты, у нас есть чемпион мира. На наш вопрос, почему закрыли отделение фигурного катания два года назад, где юные фигуристы хотя бы тренировались бесплатно, в Минспорта тоже дали ответ. Увольлись тренеры. Ставки перешли тренером по хоккею. Да, но мастера фигурного катания появились. Осенью к нам приехали московские профессионалы. Они готовы вкладывать в наших детей и растить из них будущих чемпионов. Но готов ли край – пока большой вопрос. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Насколько интенсивно лед и снег начнут таять и что в связи с этим необходимо предпринять, обсуждали в Бийске министр МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Они облетели наиболее заснеженные территории Бийского района, а затем провели совещание. Руководство города и района доложили Евгению Зиничеву, как готовятся к весне. По прогнозу специалистов, активное снеготаяние, вскрытие рек и опасный период паводка на территории Алтайского края ожидается на несколько дней раньше обычного. Запасы снега в регионе превышают норму в два раза и более. В зону возможного подтопления в бассейне реки Бия могут попасть более 2000 домовладений в 15 населенных пунктах. На этот случай предусмотрены пункты временного размещения, где могут расположиться до 10 тысяч человек. Кроме того, министр отметил, что необходимо обучать население, распространять памятки, задействовать системой громкоговорящей связи, вовлекать в оповещение жителей СМИ. А между тем, вода уже начала заливать жителей Наукограда. Правда, виной тому тающий снег с крыш домов. Людям не хватает кастрюли и ведер, чтобы расставить их в местах, где с потолка льется вода. Вот у меня все подручные средства. Вот так мы и живем. Непорядка, некомфорта. Вот комфорт наш. Хороший. Талая вода льется прямо с потолка и доходит до нижних этажей. Жители только успевают менять емкости. Им страшно находиться в квартирах. Неизвестно, что может произойти. Замыкание электропроводки, говорят люди, здесь дело обыденное. Многие из-за такой сырости уже остались без электричества. Жители дома 45 по улице Васильева уже обили пороги всевозможных инстанций. Обращались в управляющую компанию. Писали письма в администрацию. Только вот вместо реальной помощи люди получают только отписки. Управляющая компания просто ничего не делает. Я сама лично звонила в декабре месяце. Они только сказали, что мы сейчас приедем, отключим, обесточим ваш дом и все. Как долго люди будут жить в такой сырости, пока не ясно. А между тем, накануне начали сыпаться кирпичи на пятом этаже. После случившегося чиновники распорядились демонтировать облицовочную укладку, которая также может выпасть из стены. Правда, в администрации сообщают, что никакой угрозы ЧАЭС нет. А вот барнаульцев, чьи дома или приусадебные участки выступают за пределы красных линий, возможно, в ближайшее время перестанут штрафовать. Правда, временно. В Кривой столице обсудили проблему, которую затронуло уже сотни жителей Барнаула. Их в судебном порядке обязывают снести надворные постройки, заборы и целые здания. Все потому, что они частично выходят за красные линии, оказавшись на муниципальной земле. Тем, кто не подчиняется, грозят крупные штрафы. В ситуации разбирался Илья Кочетков. Дом по Малоолонской, 37. Дом как дом известен, пожалуй, лишь тем, что здесь, помимо прочего, размещается буддистский центр. А вот для городской администрации этот дом-нарушитель. Ведь он почти на полметра выступает за красную линию. Один из его владельцев, музыкант Петр Каменных, уверяет, на момент постройки в середине 2000-х он знать не знал, что прихватил чужую землю. Либо там геодезистами колыш был вбит просто не туда, либо потом на уровне фундамента, сваи, когда забивались, да, возможно, там что-то такое. И таких примеров масса. За округлым столом, организованным краевым отделением Общероссийского народного фронта, звучали шокирующие факты. Вне закона порой оказываются целые улицы или их части. Севастопольская, Литейная, Привокзальная – это либо частный сектор, либо районы, застроенные во время войны или в 90-е годы прошлого века. А о точности межевания тогда не сильно заботились. С тех пор власти неоднократно меняли красные линии, но людей предупреждать зачастую забывали. Все не очень просто, все напутано. В свое время у чиновников хватало тоже проблем при оформлении. Мне постоянно говорят сочувственным видом, да, мы вас понимаем, но вот, к сожалению, да, вот так вот были оформлены документы. Ну так я-то не должна, человек на моем месте не должен страдать. Представители городской администрации и Росреестра согласны, проблема есть, но и они реагировать обязаны, на чьих, в свою очередь, накажет прокуратура. Тут два варианта развития событий. Либо ты убираешь то, что выходит за границу твоего земельного участка, либо ты оформляешь право пользоваться землей общего пользования у муниципалитета. Но горожане уверяют, сделать это порой не так просто. Тот же Петр Каменных выиграл несколько судов, но городские власти отказываются узаконить его дом. В октябре прошлого года мы рассказывали о другом проблемном участке на привокзальной. Там тоже к концу судебных разбирательств пока не видно конца. Как выяснилось, 6 сентября 2019 года наша администрация города Барнова приняла постановление, если сейчас не ошибусь с номером, по-моему, 1479, в котором они включили все места, которые находятся за красными линиями, в дороге общего пользования. То есть, если у человека по участку проходят красные линии, наша администрация придумала, что эта земля является дорогой, ее никак занимать нельзя. Между тем, число нарушителей по неволе продолжает расти. Для многих, особенно пенсионеров, снос постройки или штраф от 5000 – мера невыполнимая. Краевые и городские чиновники, городские депутаты пообещали создать рабочую группу и найти решение проблемы. Как вариант – ввести временные моратории на наказание. А пока собравшиеся обратились к горожанам с необычной просьбой не писать жалобы на своих соседей. Ведь большую часть нарушений выявляют, реагируя на претензии типа «мне кажется, что мой сосед прихватил пару лишних метров». А на месте получается, что нарушителями по неволе оказываются жители половины, а то и всех домов на той же самой улице. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Исключатели здания из реестра памятников должны решать в регионах. Такую мысль озвучили на правительственном части законодательного собрания, на котором выступил в Рио начальник Алтая охранкультуры Александр Урбах. Такой порядок, полагают парламентарии, к примеру, изменил бы судьбу дома Михайлова. Сейчас же есть десяток критериев для включения объекта в реестр памятников и исключения из него. Но, объясняет Урбах, доказать ценность здания возможно не всегда. Чтобы определить ценность этого объекта, нужны документы исторические. Чтобы мы пришли и сказали, вот стоит здание. Вот здесь был, значит, это собственность купца Иванова. Он вот был меценат. А если есть объект и о нем ничего нельзя сказать, а просто выйти и сказать, давайте мы его сохраним, и там какой-то музей. Давайте какой-то музей. Ну, сами понимаете. По данным Алтая охранкультуры, сейчас в регионе более 600 памятников архитектуры, почти 500 историй и 18 искусства. При этом больше сотни объектов культурного наследия – это жилые многоквартирные дома. Специалисты надеются, что в будущем муниципалитетам и фонду капремонта будет полагаться субсидия за обновление, а где-то и реставрация объектов культурного наследия. Сейчас эти работы не тянут ни власти, ни фонд. Кроме того, Урбах объяснил, что на данный момент устанавливаются охранные зоны для памятников Бийска и Барнаула. Но это процесс не одного года. Документ ограничивает этажность застройки и ее вид. Если ребенок оскорбил учителя, теперь родителям этого школьника, возможно, придется платить. Общероссийский профсоюз образования разработал новый законопроект. В профсоюзе считают, что сейчас школьные будни больше похожи на уличные разборки, и учителей стоит защищать. Общественники считают, что родители должны заплатить за свое чадо, если оно оскорбило учителя. Причем сумму штрафа предлагают сделать весьма значительной – 5000 рублей. Согласно ли жителям Барнаула с подобной инициативой, этот вопрос мы задавали на улицах города. Я думаю, что это положительное решение, потому что сейчас какой-то беспредел идет. Уважение к учителю должно быть. Обязательно. Во-первых, сами родители должны. Ведь все мы учились когда-то. И вас учили, и нас учили. Учителя как родителя надо любить, уважать. Я считаю, что это правильно. Есть и отношение учителей к ученикам несоответствующее. Также бывает наоборот. Я считаю, что и тех, и других в таких случаях надо наказывать. Да, это максимально актуально. Потому что сейчас в основном ученики – это, ну, грубо говоря, зажравшиеся малолетки, которые считают, что им все нужно. Ну, разумеется. Там всякие случаи, когда там буквально и бьют учителей, детки, ну, уже достаточно взрослые. Ну, я согласен, что какие-то меры, конечно, надо принимать, чтобы повысить их ответственность за свое поведение. Конечно, это некоторых родителей, может быть, и взбодрит, которые считают, что дети вырастут за счет интернета, да, а не за счет их помощи, их воспитания. Но как к другим быть, я не знаю. Но учителя, конечно, тоже надо защищать, потому что сейчас уважения-то нет. Между тем стало известно, что Комитет Госдумы по образованию и науке готовит другой законопроект. Защиту учителей, в котором предусматриваются льготы педагогам, а также медицинский курс реабилитации. Сейчас он в безопасности, но близко никого не подпускает. Алтайский хатико, который так и не дождался хозяина на Каменской трассе, сейчас живет в приюте. Спасти от возможной гибели животное вызвались сотрудники Барнаульского приюта. Они же пару дней назад приютили другую собаку. Ее нашли с тряпкой на морде. Сегодня псов проведала наша съемочная группа. Она тоже получила известность благодаря соцсетям. В минувшее воскресенье на проспекте Коммунаров горожане заметили собаку, привязанную поводком к трубе. На ее голове была намотана тряпка. Судя по всему, от животного решили избавиться. Для этого закрыли псине глаза, чтобы она не видела, куда ведут. Спасти зверя вызвались волонтеры приюта Бусинка. По словам зоозащитников, собака была очень напугана. Первые пару дней, на первый и на второй день, она просто приведена, списалась. Как только мы пытались с ней как-то пообщаться, даже просто протянуть руку в ее сторону, она сразу присаживалась и писала. То есть ей было настолько страшно, что у нее это было, можно сказать, непроизвольно. Сейчас уже лучше, мы хотя бы можем к ней протянуть руку, она нас нюхает, то есть она хочет пойти с нами на контакт, она стала нам больше доверять, она хотя бы уже не забивается в будку. А вот он не доверяет людям по-прежнему. Операция по спасению алтайского хатика, рассказали в приюте, длилась не один час. Он вел себя агрессивно, лишь после второго укола собака уснула, ее удалось транспортировать в приют. Сейчас хатика привыкает к новой обстановке и готовится к визиту ветеринарного врача. Он виляет хвостом, он как бы очень радуется людям, но пока не заходит на его территорию. Как только человек пытается вторгнуться в его личное пространство, пес сразу реагирует агрессией. Мы ждем, мы надеемся, что рано или поздно он все равно придет в себя и хотя бы начнет поспускать, чтобы сведеть его к ветеринару и сдать все анализы. Мы же напомним, что помочь животным приютам могут все желающие. Здесь будут рады и коробки сухого корма и лекарствам. Если вы захотите связаться с волонтерами Бусинки, обращайтесь к нам в редакцию. Елена Кузовкина, Мария Микшут, Алексей Фризин. День с толком. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании Валар. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok